МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В арсенале международных отношений одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия. Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран. В этих непростых условиях Беларусь последовательно проводит миролюбивую политику, реализует меры, которые сохранили бы мир не только в нашем регионе. За отличные успехи в учебе президент вручил благодарность выпускникам военных вузов. Это 21 человек. Также в высший офицерский состав вошли еще несколько военнослужащих. Александрия собирает друзей. На фестиваль уже в эти выходные сидутся гости из России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Организаторы готовят большой концерт. Помимо белорусских артистов планируется выступление Таисии Павали, Тины Кароль, Сергея Трохимова. Сказной темой на всех мероприятиях праздника будет тема Малой Родины. Малая Родина называется главный концерт Александрии. Главное музыкально-театрализованное представление под названием «Малая Родина» пройдет вечером 7 июля. По сюжету городской житель вернется к своим истокам. Европарламент проголосовал за ужесточение порядка въезда в ЕС. Граждан из безвизовых стран при наличии уголовных дел или посещение зон конфликта. Туристы попадут в список нежелательных для въезда. А директиву об авторском праве Европарламент сегодня отклонила. Она предполагала ограничение свободы в сети, фильтрацию на сайтах всех сообщений. Легендарный полонез Агинского в исполнении песнеров в пятерке лучших вокальных версий в мире. Произведение набрало свыше миллиона просмотров на YouTube. Песнеры написали свою вокальную аранжировку, добавив слова Вячеслава Шарапова. Такой миллионный успех ансамбль отметил презентацией клипа, который за последние сутки набрал более 4000 просмотров. К этому часу все. До встречи в 7 вечера. Субтитры создавал DimaTorzok